Центр диспансеризации здоровья Подмосковью скоро появится на территории Одинцовской областной больницы. Работы ведутся в рекордно сжатые сроки. К строительству комплекса приступили чуть больше месяца назад, а уже в ноябре планируют сдать готовый объект с благороженной территорией. Ход работ проинспектировал депутат МОСУ Булдумы от Единой России Дмитрий Голубков. Мы сейчас находимся на нулевом цикле, выполнили разработку котлована, приступили к уровню метра. Выполнили устройство песчаного основания, на данный момент приступаем к устройству под бетонки. Медицинский центр возводят по модульной системе, которая позволит сократить сроки сдачи объекта минимум на 35%. По современным технологиям уже идет параллельно сборка непосредственных конструкций, которые будут сюда привезены, установлены, уже будут отделаны с всеми коммуникациями и сетями. Основная задача центра – разгрузить поликлиники и организовать для плановой диспансеризации удобные условия. В новом медучреждении смогут обследоваться до 60 человек в сутки. Очень интересно, как это все будет работать и надеюсь, что будет отвечать всем требованиям, качеству, благонадежности и, что очень важно, долговечности. Потому что, конечно, быстро построить это хорошо, но еще важно, чтобы это было надежно, долгосрочно и качественно. Также в рамках инспекционной поездки Дмитрий Голубков осмотрел строительство новой поликлиники на 350 посещений за смену в селе Ромашково. Прежняя амбулатория появилась тут еще в 1897 году. Со временем здание обветшало. В начале года его снесли и сразу приступили к заливке фундамента нового медучреждения. На данный момент идет этап выноса сетей электрогазоснабжения. Ведутся работы по устройству подпорных стен и отсыпке котлована. На строительном участке сейчас трудится 12 человек и 4 единицы техники. Основная работа ведется по отсыпке дороги и подпорных стен. Поэтому, в принципе, небольшое количество оно не нужно. По госконтракту поликлинику в Ромашкове должны были построить в 2024 году. Но подрядчик опережает план и намерен сдать объект раньше срока – во втором квартале будущего года. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».